Друзья, привет! Это интернет-магазин «Во колесо» и в этом видео мы с вами обсудим шину BF Goodrich Urban Terrain TA от компании BF Goodrich, американской компании, которая ныне принадлежит известному французскому концерну «Мишле». И в этом видео мы с вами, как всегда, обсудим характеристики этих шин, обсудим с вами протекторы этих шин, конечно же, измерим глубину рисунка протектора и взвесим эту шину на весах, чтобы посмотреть, сколько она весит в размере 235-65-17, посмотрим, насколько мягкие или жесткие боковины у этих шин, насколько они толстые, ну и, в общем-то, так далее по привычной, в общем-то, схеме. Кроме того, мы с вами обсудим одну очень-очень любопытную и классную деталь, которая наверняка вас заинтересует. И плюс ко всему мы теперь стали смотреть, насколько шина большимерит или маломерит относительно размера 235-65-17. Ну, допустим, 235 ширина, и действительно ли она соответствует, и для этого у нас теперь есть рулетка. В целом, по шине можно сказать, что она имеет асимметричный рисунок протектора, и визуально видно, что она продолжает историю вот эту идею линейки Latitude Cross от Мишлена. На сайте производителя заявлено, что эта шина должна примерно 80% времени проводить на асфальте и около 20% времени на бездорожье. Но бездорожье дело такое растяжимое, но по рисунку очевидно видно, что это не такое уж и бездорожье. Да, из какой-нибудь лужи на проселочной дороге она вас вывезет, но в серьезные какие-то грязи соваться, честно говоря, с ней я не рекомендую, но видно по протектору, что для этого он мелковат. Почему я так думаю? Ну, потому что я видел вот такие шины, друзья, МТшку как минимум. Поэтому уж точно могу сказать, что это по большей части городская шина с выездом на легкую какую-то гравийку. Как я уже сказал, шина асимметричная, есть соответствующая маркировка Outside, которая говорит, что эта сторона должна быть внешней, ну и, соответственно, это внутренней. Давайте измерим глубину рисунка протектора. Это тоже достаточно любопытная такая история относительно подобных шин. Это 8,9 мм полная глубина рисунка протектора и до ограничителя, то есть, когда шину пора заменить, это 7,1 мм. Показатели нормальные, вполне себе неплохие. Также очевидно, что шина не будет иметь проблем с каким-либо аквапланированием, потому что из любой точки пятна контакта влага выводится на ура. Посмотрите, ну, в общем-то, очень-очень-очень все круто сделано. Люди, правда, жалуются, что застревают камешки в этих канавках, но, тем не менее, надо понимать, что это все-таки шина такая специфическая, и канавки очень сильно широкие, чтобы камушки, ну, примерно такие, да, вылетали оттуда на ура, делать нецелесообразно, потому что шина просто другого класса. Делать их меньше, соответственно, сделать обычную шоссейную шину. Поэтому эта шина компромисс, и, конечно же, как у любой компромиссной вещи, у нее есть и плюсы, и минусы. Конечно, к плюсам стоит отнести относительно рисунка протектора такую относительную универсальность, как я уже сказал, что можно выехать на легкую проселочную дорогу. А к минусам я бы, наверное, отнес все-таки относительную шумность, потому что обратная сторона шикарного водоотвода всегда это некоторая шумность. Поэтому, если вам нужен вот этот компромисс, и вы готовы на него пойти, безусловно, это ваша шина. Также шина имеет повышенный индекс нагрузки. Вы видите здесь экстралот и 108V, это индекс скорости и нагрузки, а точнее нагрузки и скорости. 108 это целая тонна, то есть тонну можно нагрузить на одну шину. Соответственно, на комплект это 4 тонны, в общем-то, такой, знаете, показатель на уровне прям совсем за глаза. 4 тонны, я не знаю, наверное, максимальная нагрузка ни у одного автомобиля, на котором можно одеть эти шины, не будет 4 тонны. И V это 240 км в час, на ней можно разогнаться, что тоже является, наверное, каким-то безумием. То есть оба показателя являются просто с большим-большим запасом. И очень хочется посмотреть на боковины. Боковины, как правило, на Гудриче очень мягкие, имеется в виду на гражданском Гудриче, а не на МТ-шке или АТ-шке. Здесь же боковина очень плотная, очень толстая, она в меру эластичная, то есть по уровню комфорта имеется в виду проезда, ну, например, каких-нибудь путей железнодорожных, трамвайных. Будет тут все в порядке, шина будет хорошо отрабатывать благодаря именно своей эластичности. Но тут понятно, что компания принадлежит Мишлену, Мишлен и эластичность это практически знак равно. Ну, и вы, наверное, обратили уже внимание на наклейки, есть еще вот такая пиктограмма снежинка и солнышко. То есть шина, как бы, вроде должна быть всесезонной. Но не все так просто. А что не просто, я вам скажу чуть-чуть попозже, когда мы перейдем к маркировкам именно на самой боковине. Посмотрим, что же там указано. И в этом заключается самая-самая большая такая и позитивная история, получающая, я бы сказал. Ну, вот смотрите, по боковине. BF Goodrich, тут все понятно. E2 это европейская сертификация. Удивительно, что это не E4, E2 это наверняка Франция. Дальше, если мы посмотрим, мы увидим маркировки, обозначающие, насколько шина хорошо армирована. Еще состоит корт, то есть Thread Plyce, имеется в виду вот эта часть, которая соприкасается с дорожным полотном. Состоит из двойного слоя полиэстера, двойного стального армирования и одного слоя полиамида. Очень достойный корт, я бы сказал. Sidewall, то есть боковина, состоит из двойного слоя полиэстера, тоже прям совсем достойно. 235-65-17 размер, R-радиальная конструкция, 17, посадочный диаметр в дюймах. Для того, чтобы его перевести в метрическую систему, умножьте на 25,4 и узнаете, сколько же посадочный диаметр в метрической системе, в нашей родной. Экстралот обозначает, что шина обладает повышенным индексом нагрузки, ну, радиальная понятно. Тюблис, кстати, это бескамерная шина, иногда еще обозначается ТБЛ. И вот мы подходим к самому интересному. M плюс S обозначает мат плюс сноу, что обозначает слякоть. Шина будет великолепно вести себя на слякоти. Из рисунка протектора это видно. Вот камень преткновения практически. Давайте его обсудим. Шина идет в разделе летний. Вы это, наверное, прекрасно знаете. Но на самой шине есть маркировка снежинка с горой. И есть на наклеечке пиктограмма, что и снежинка, и солнышко, то есть вроде как шина всесезонная. Не дайте себя обмануть. Вы живете в Российской Федерации, и эта маркировка для вас не имеет никакого значения, друзья. Почему? Потому что эта маркировка была принята в 90-х годах в Канаде, когда люди просто не могли отличить всесезонную шину от зимней, и решили на зимней ставить вот такую пиктограмму. И вы скажете, ну да, нормально, значит, можно зимой эксплуатировать. Но нет, друзья, все-таки нет. Дальше эта пиктограмма перекочевала на европейские шины. И только с маленькой оговоркой, что в некоторых европейских странах эта маркировка показывает, что шина зимняя. Но опять же мы живем в России. И вы скажете, ну можно применять практику Канады, это все-таки же северная сторона. Но я склонен отдавать предпочтение здравому смыслу. И все-таки вы скажете, ну это ты напридумывал. А я обратился в компанию Michelin. Это видео выйдет ближе к зиме, потому что это будет актуальная тема. Но скажу вам сразу, что, ну давайте вот письмо я вам, наверное, на экран сейчас выведу. А прокомментирую чуть-чуть в другом видео, подальше, ближе к зиме. Короче говоря, в некоторых странах Европы обозначается таким образом зимняя шина. В некоторых, но не во всех. И официальное заявление компании Michelin, официальный комментарий компании Michelin, что эта пиктограмма не имеет к России никакого отношения. И это летняя шина. Поэтому они ее рекомендуют использовать до температуры, не ниже плюс 7 градусов. Как, собственно, и некоторые другие шины. Например, вот такую шину, на которой она стоит. Там та же самая история. И именно изначально по ней меня некоторый момент смутил. Это, друзья, летняя шина. Не дайте себя обмануть. Ну и, в общем-то, это ваша безопасность, надо понимать. Так, шина сделана во Франции, что, в общем-то, неудивительно. Это же французский концерн. Хотя бренд американский. Дальше. Максимальная нагрузка составляет тонну. Это мы видели. Максимальное давление 50 PSI. Это фунтов на квадратный дюйм, что составляет 3,5 атмосферы. Кстати, очень много маркировок. Видите, Канада и... Для Канады и США лишь только. Поэтому некоторые маркировки действительно к нам могут не относиться. ФК обозначает маркировка завода. 21.18. Это дата производства. 21 неделя 2018 года. Так, едем дальше, дальше, дальше. Ну, в общем-то, мы круг замкнули, я бы сказал. На второй боковине ничего мы с вами не увидим того, что не увидели на первой. Все точно так же, за исключением вот этого штрих-кода. Ну, по нему я думаю, что вы уже, исходя из наших видео, уже все знаете. Ну, друзья, давайте взвешивать, что ли. Посмотрим, сколько она весит в этом размере. А, я постоянно пытаюсь забыть. Я поднял шину для того, чтобы посмотреть, насколько шина маломерит или большимерит, или, может быть, размер, в общем-то, соответствует. Ну, давайте глянем. Итак. Значит, здесь у нас 200... Ну, надо еще учитывать, что шина будет под давлением, поэтому она немножко... Ага, видите, съехал у меня. Ну, 235. На самом деле, друзья, вот фотография. Я замерил все до этого корректно, чтобы не плясать здесь с камерой. Смотрите, здесь тоже есть изгиб некоторый, который дает, конечно же, погрешности, которая будет убрана, когда шину будет подано давление. Здесь тоже все в порядке. Хочу вам сказать, что шина не маломерит и не большимерит. Полностью соответствует размерам. Это большой плюс. Ну, и давайте взвешивать данную модель в этом размере. И, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, если вам такие видео нравятся. Это лучшая мотивация для нас снимать эти видео и дальше. И если вам это видео нравится, поставьте лайк, пожалуйста. Это тоже будет здорово. Ну, а мы взвешиваем. Так, так, так. Весы. 14 килограмм она весит. Для этого размера и для маркировки Extra Lot это средний нормальный рабочий показатель. Не тяжелый и не легкий. Поэтому здесь, в общем-то, все в порядке. Ну, и спасибо, друзья, что досмотрели это видео до конца. Если будут какие-то вопросы или пожелания к нашим видео, к нашему каналу, пишите, пожалуйста, в комментариях. Будем стараться отвечать на них и прислушиваться к вашему мнению. И все, друзья, спасибо большое. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и пока-пока.